Все, что мы делаем, и с самого начала, надо сказать, в 2014 году, я могу тебе сказать, что я в 2014 году был в Киеве, поскольку был Майдан. Потом я полетел в Симферополь, понимая, что сейчас начнется захват, начался захват, я был в Крыму, писал репортажи, мне важно было наблюдать и понимать, что я основывал свое мнение на том, что я вижу. И это было самое принципиальное. Я должен был быть там. При том, что в «Экономисте» мало цитат, «Экономист» не про репортажи просто, но я должен был быть там и видеть, чтобы вообще понимать, что происходит. Когда я понял, что вся история с Крымом закрыта, то есть понятно, что его сдали, я полетел... На Донбасс. На Донбасс. И я все мои, как бы, как только открыли аэропорт в Симферополе, в основном все коллеги оставались в Крыму, а я, где еще было о чем писать, а я полетел в Донецк, потому что мне нужно было понять и увидеть, что, наверное, можно было, в принципе, написать это сидя и в Симферополе. И что ты увидел? Я очень многое увидел. О, я очень многое увидел. Я увидел вот что. Просто это корень вот этих вопросов. Где вы были в 8 лет? Да, я могу сказать, где я был. Я был в Донецке в самом начале. Я увидел вот что. Я увидел, что флаг над администрацией города Донецка в тот день, когда у меня сдавался номер, менялся примерно 5 или 6 раз. Там сидел такой персонаж, Губарев, по-моему, его звали, еще до Пушилина и до всех этих товарищей, там был еще такой какой-то дугинский парень, которого, значит, завели в эту администрацию. Кто завел? Ну, русские, не знаю, спецслужбы или местные, потому что там были много местных, там были разные разборки между местными олигархами, между местной властью. Там все было совсем не так очевидно, потому что Майдан воспринимался большим количеством людей в Донбассе как враждебное. В Донецке? В Донецке, да. При том, что в Донецке был свой Майдан и какие-то невероятно смелые люди выходили, студенты в основном, выходили и разворачивали украинских влаг. Их периодически били. Иногда не били. Но для меня вот что стало очевидно в тот момент. Я понял, я там писал, писал этот материал, потом еще какое-то время там провел. Для меня вот что стало очевидно, что никакого внутреннего движения там нету. А как ты это понял? Оно не возгоралось. Вот, понимаешь, всегда ты чувствуешь, когда если есть энергия, и оно может сейчас раз, и ты чувствуешь, что идет какая-то движуха, а тут все время какая-то фигня происходит. Какие-то непонятные люди, какие-то политтехнологи, куча политтехнологов. Из России. Из России, из Украины, отовсюду. Но все это ненастоящее. Вот все это какие-то антимайданы, какие-то как-то свозят людей. А никакой внутренней, собственно, энергии возгорания всего этого нету. Там нету никакого движения, нет толп на улице. Но ты знаешь, когда... Я видел Майдан, я видел, когда было в Грузии, я видел, когда было на Молодной площади. Я знаю, когда это начинает происходить. И поэтому это была подлость, поэтому это был политтехнологический... Ну, а в людях, конечно, можно разбудить все, что угодно. А это в смысле, что поменяли флаг, и сел какой-то человек в руководство? Ну да, но он не мог там удержаться. У него не было поддержки. На самом деле туда никто не сбегался. Была какая-то милиция. Было ощущение какого-то сумбура, какого-то хаоса. Потом я был там, когда уже была занята администрация. Кем? Вот этими про... Уже, по-моему, был даже Пушилин. И я туда пришел, и там стоял невероятно плохой запах. Это был такой сквот. И это были... Наверное, так очень неполиткорректно говорить, но это был Люмпин. Это был... Это было очень грязно, это было очень неприятно, это было очень некрасиво. Это было несколько агрессивно. Они там ели, они там ходили в туалет. Просто там был... Это было ощущение распада. Какого-то... В этом не было никакого... Не то, что эстетического, а просто это было... Ну, непонятно кто. Это были такие вот... А ты понимаешь, кто это был вообще? Кто эти жители были? Это местные. Местные это были жители, которые какого-то не взяли в этот датэк на работу, у кого-то не было работы вообще. Кто-то был озлобленный, кто-то был безработный, кто-то пил. Это были деклассиции, так сказать, советские... В общем, несчастные люди, которые... Ну, в классификации даже, наверное, неудачники. Это были неудачники, которые люди, которым очень жалко, которым плохо, которым никто не помогает, которым вдруг дали автомат и сказали, ты герой. А дал кто? Я думаю, что дала как местная часть власти, элита Януковичская и его семьи, так и российская. И сказали, а теперь... Не просто дали автомат руки, сказали, ты герой. Ты думаешь, что вот ты просто так здесь сидел, бухал? Да ты не просто так. Ты вообще... Ты даже не знаешь, какой ты прекрасный человек. И дали смысл... Ну, просто эти детали... Я объясню, почему я тебя пытаю, как бы, потому что ты там был, ты видел, а разговор про то, где вы были восемь лет, он на самом деле довольно такой определяющий. То есть, с чего вообще все началось? То есть, говорят же, что мы вот это вот защищаем, потому что там люди вот сказали там... можно сказать, что город Донецк был до прихода российских властей. Город Донецк был один из самых процветающих, богатых городов Украины. Ну, в Киеве было не хуже, но и немногим лучше. Львов был гораздо беднее. Там были хорошие рестораны, там были прекрасные гостиницы этого Рената Ахметова. Там много было гостиниц, не только пятизвездочная Рената Ахметова, а там было много гостиниц четырехзвездочных, потому что туда приезжали бизнесмены и заключали сделки. Там был хорошо только что отстроенный, отремонтированный аэропорт имени Сергея Прокофьева. Там были чистые улицы, там были не пассионарные люди, там были хорошо работающие. Это был хороший, нормальный город. Даже когда начался Майдан, да, им не понравилось, что это было направлено против Януковича, хотя они не любили Януковича уже к тому моменту. Но действительно, это было все в Киеве, почему в Киеве. При том, что многие, я говорю, молодежь особенно в Донецке поддержала это. Я не думаю, я на сто процентов уверен, что если бы не российское вторжение, то там бы ничего не началось. Если бы не товарищ Гиркин, он же Стрелков, и отряды, и Сурков, и раскачивание этой ситуации и так далее, ничего бы там не началось. Более того, когда там началось, давайте не будем забывать, что довольно быстро, действительно, это все произошло в момент падения власти в Киеве и хаоса политического, который там был, но довольно быстро украинские вооруженные силы организовались, вспомнили, что они вообще-то вооруженные украинские силы. Возникла какая-никакая власть, и эта власть пошла выбивать этих молодчиков. Но это было никто. Знаешь, на что это было похоже? Не знаю, помнишь ты или нет. Ты как раз заканчивала... В 93-й год? Да, совершенно верно. Это были вот такие ампиловские. Это вот, да, это были такие... Даже не Лёня Голубкова, потому что Лёня Голубкова придумали, а это такие вот были ампиловские товарищи. Вот кто это были. Причем, более того, многие из них, включая этого Бородая, и были, собственно, в 93-м году в Белом доме. А это была вот эта ампиловская публика, которую работящие люди в Донецке не очень приветствовали, и никакой власти отдавать не собирались. И когда вооруженные силы Украины как-то сорганизовались и пошли выбивать эту всю шваль, и быстро стали продвигаться, и стало понятно, что еще неделя, и они разбегутся все, потому что там нет никакой поддержки. Внутренней поддержки там нету, сил у них тоже нету. И в этот момент, не будем забывать, на территорию Украины вошли регулярные российские части. Ну, десантники, которых там никогда не было. Которые там как бы были, на самом деле, и которые даже не очень отрицали, что были, потому что и Иловайск, котел под Иловайском, и Девальцев. В РБК же мы же это еще осторожно писали. Да, но они там были, это были никакие не стрелковые, это были вооруженные силы Российской Федерации, это регулярная армия. Именно они устроили Дебальцево, именно они устроили котел в Иловайске, и именно они и создали потом условия для подписания Минска. Потому что никакого Минска бы не было, если бы там не было вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому украинцы совершенно правы, когда они говорят, что это не то, что что-то там такое само по себе было в 2014 году, а потом Путин вторгся 24 февраля. Да нет, они вторглись, и ДНР и ЛНР были образованиями, которые были созданы с помощью исключительно при поддержке вооруженных сил Российской Федерации. Никаких ДНР и ЛНР, само собой бы там не было. Не говоря уже о том, что большая часть населения, потому что если это просто земля, оттуда выдавлена была и уехала. Не участвовала ни в каких референдумах. Поэтому 80% населения Донбасса в Донбассе не живет 8 лет.